МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город, как люди. У каждого свой характер, своя судьба и даже цвет и настроение. Вот и Чебоксары называют жемчужиной по Волжьям. Со стороны Волги столица республики выглядит белоснежной из-за обилия храмов и церквей, стоящих на берегу. Менялись времена, поколения, а город, несмотря на свои 550 лет, сохранил стать какую-то особую энергетику и молодую душу. Расположенный на берегу Волги, он органично сочетает в себе старинные постройки и современные высотные дома, величественные монументы и небольшие памятники, зеленые парки и тихие аллеи. Столица Чувашии входит в число наиболее благоприятных городов для жизни. Чебоксары дважды уже завоевали почетный титул самого чистого и благоустроенного города России. Теперь горожане стараются его сохранить. Обилие зелени, свежий воздух, тишина и спокойствие – вот за что любят чебоксары туристы. Но раз в году в августе улицы города превращаются в один большой карнавал. Повод – день рождения столицы. В этом году чебоксарам исполнилось 550 лет. Эти цифры и стали логотипом праздника. В основу дореволюционного и современного гербов взяты утки, которых в окрестностях города водилось в огромном изобилии, рассказывается в одной из легенд. В мировой геральдике это символ стремления к свободе, инициативы и достижения поставленных целей. Большое видится на расстоянии. Впервые в истории города по всей столице Чувашии прошел единый день возложения цветов. Горожане отдали дань памяти и уважения знаменитым жителям республики – героям, ученым, деятелям культуры, увековеченным в мраморе, бронзе, граните. Все они в разные времена делали историю столицы, республики. Каждый памятник – это какой-то знак, символ, памятник говорит. Он застывший камень, но все равно говорит. Многие известные горожане, каждый в своей отрасли, делают родной город комфортнее и благоустроеннее. В столице Чувашии учреждено звание почетный гражданин города Чебоксары. Ими уже стали 37 человек. В этом году звание получили заслуженный строитель России Игорь Рощин и чемпион мира по боксу Валерий Львов. Я так горжусь своим городом, вспоминаю всю свою спортивную жизнь. Не зря я боксировал, не зря я защищал честь города, честь своей республики, честь страны. Я практически всю жизнь отдал нашей республике, нашему городу, когда ничего не было и вдруг создается. И когда я приехал в Чебоксары, извините, тут была Красная площадь, это была театральная площадь, а Красная была внизу под водой. И там кроме сараев и нескольких избушек там ничего и не было. Вокзал был за городом, а агрегатный завод – это чуть ли не в другой стране. Вот и все это на глазах создавалось. Чебоксары – город славы трудовой. Представители предприятий и организаций честовали отдельно. Один за другим выходили на сцену работники тракторного завода водоканала «Элар» и «Чиас». Город славится своими трудовыми династиями, организациями, предприятиями, вносит огромный вклад в развитие республики, налоговый потенциал. Поэтому этот фестиваль как раз показателен по тем организациям, которые являются визитной карточкой города, развивают экспортный потенциал, производят уникальную продукцию. Отличившихся наградили и памятной медалью в честь 550-летия Чебоксар. Кстати, накануне празднования Дня города в Чувашии появились и юбилейные монеты – серебряные. Номиналом – 3 рубля, тираж – 3000 штук. На лицевой стороне монеты расположены рельефные изображения государственного герба России, на оборотной – дата основания столицы Чувашии и достопримечательности Чебоксар, академический драматический театр, здание администрации и Успенский храм. В эти дни в Чувашии с официальным визитом находился чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь. Вместе с ним в Чебоксары приехал президент российского общества кубинской дружбы, заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Состоялась рабочая встреча с премьер-министром Иваном Моториным. Речь шла о налаживании экономических и культурных связей. Для Чувашии Куба ключевой торговый экономический партнер. Товарооборот между республиками продолжает расти. Большим спросом на Острове Свободы пользуются электроника и бульдозеры. Совместные проекты стороны планируют реализовать и в области туризма. Гостей очень заинтересовал опыт Республики в подготовке квалифицированных специалистов. Кадры для экономики куются в стенах Чувашского госуниверситета в лабораториях предприятий. Россия является сегодня самым, так сказать, европейским рынком, который имеет большой рост. Поток туристов из России на Кубе увеличивался в прошлом году в 30%. В юбилейный для столицы день в Чебоксарах появился Чудоград. Детский сад в микрорайоне Новый город. Все жители этого города ждали садик, потому что много-много детей, маленьких много детей. И все хотят ходить в садик в шаговой доступности. У супругов Сандыркиных прямо как в сказке «Четыре сыночка и лапочка-дочка». В Чудоград провожают трехлетнего Пашу. Вместе с ним в детский сад пойдут свыше 240 ребят. Создать условия для обучения дошколят в шаговой доступности задачи национального проекта образования. До конца года помимо этого детского сада должны быть введены еще два детских сада. А в целом в рамках национального проекта в 2019 году будет построено 10 детских садов, введены две школы. Город строится, город развивается. Все это на благо горожан. Появился новый корпус у самой крупной школы Чебоксар 61. Здесь сделали упор на профильное образование. Теперь это одно из самых инновационных учебных заведений города. В основном в корпусе будут обучаться старшие классы всего более 500 человек. Здание было капитально отремонтировано. Раньше здесь располагалась вечерняя школа. Здесь ты действительно себя чувствуешь как дома. Эта школа дает тебе развиваться в правильном направлении и ты можешь действительно достигнуть больших успехов. Классы очень светлые, красивые, уютные в них. Будет очень приятно учиться нам. И с нетерпением ждем начало нового учебного года, чтобы туда же хочется лучше учиться. Новый корпус появился и у пятой гимназии. Он располагается в микрорайоне Волжский 3. Корпус возвели за полтора года. Рекордные сроки для масштабного проекта, который должен решить проблему загруженности школ. Большинство ребят, проживающих в этом микрорайоне, обучались во вторую смену. Здесь создали более тысячи мест. В первые классы приняли сразу 300 учеников. Для углубленного изучения науки в школе оборудовали современные лаборатории. В каждом классе интерактивные панели. Есть даже медиа-студия. Мы в реальности убедились в том, что пошагово вводим одну школу за вторую. Кроме этого, мы должны капитально отремонтировать те школы, где еще руки не дошли. Поэтому 71 учеников образовательные школы пока капитально будем отремонтировать. Мы удерживаем свои государственные программы и выполняем. Праздничные мероприятия проходили не только в центре города, но и по всей столице Чувашии. Здесь открылись сразу более 10 площадок. Главные гости юбилейных торжеств – сами жители. Татьяна Глуходет не один десяток лет отдала творчеству. По тому, как преобразился город, я сужу по родному дворцу культуры «Салют». Вы видите сегодня, как преобразился, как праздничная шкатулочка он сегодня выглядит. Любимые чебоксары, мы вместе в этот час. Мы смотрим с тобою на время, а время смотрит на нас. С праздником, чебоксары! Если смотреть на город с высоты, кажется, что это один большой парк, без преувеличения. Чебоксары – очень зеленый город, несколько десятков скверов, рощ, аллей. В очередной раз полюбовались красотами города и заодно поздравили жителей с воздуха. Пилоты авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Стрижи». На земле, в воде и в воздухе столица Чувашии принимала поздравления. Фигура высшего пилотажа самолетов Ми-29, водно-моторное шоу, парад городской техники. Арт-проект «Творческий бульвар» уже давно стал визитной карточкой города. 70 площадок, почти 500 артистов, жителей гостей столицы ждал город прошлого, настоящего и будущего. Исторические реконструкции, интерактивные площадки, выступления КВН. Организаторы учли интересы чуть ли не каждого. Мы только пришли, прошли, хотим до конца пройти на концерт все. Все просто, а после раздвела как. Классно очень, очень празднично. Мы покажем наш город, и как мы гордимся, и мы любим его. В гостеприимности Чувашии в очередной раз можно было убедиться на фестивале национальной кухни. 29 команд из Москвы, Петербурга, Якутии, Тюменской области и других регионов всего за полтора часа приготовили полный обед из трех блюд. Условия для участников фестиваля были почти экстремальные. Приготовить все нужно было в палатках у монумента матери-покровительницы под любопытными взглядами горожан. Мы приготовили традиционное чувашское блюдо, шертан называется. Его обычно готовят, когда очень великие праздники в семье происходят. Мы тоже решили приготовить, так как у нас у Чебоксара очень великий праздник, День города. Многочисленные театрализованные представления, танцевальные мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и эстрадных певцов – это лишь часть Большого карнавала в честь славной даты. Неотъемлемой частью праздника стали спортивные соревнования. Под состязания были отданы Волга, залив и прилегающие территории. Солицы республики прошли первенство и чемпионат России по акватлону и впервые всемирный городской тур по лазер-рану. Сразу шесть чувашских файтеров завоевали награды ежегодного турнира Кубок чемпионов. Вызов хозяевам ринга бросили спортсмены из Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Наша республика со спортом на ты особо поддерживается массовый спорт. Взрослые и дети с удовольствием занимаются любимыми видами. Зарядка со звездой стала уже традицией дня города. Воспитанники детских садов, школ и просто жители города каждый год выходят на утреннюю физпульт-минутку. В этом году она впервые прошла на Московской набережной. Тысячи жителей и гостей столицы синхронно повторяли движение за заслуженным работником физической культуры и спорта Чувашии Оксаной Вербиной. Кульминацией всех событий стал масштабный концерт, который длился нон-стоп несколько часов. Главной площадкой впервые выбрали певческое поле. Склон, ставший на время амфитеатром, принял сотни чебоксарцев и гостей столицы. 550-летие города Чебоксары – отличный повод вспомнить о победах и свершениях, подумать о будущем и, наконец, просто поздравить друг друга. Здесь необычные регионы. Здесь заряженные на успех люди, сильные, мощные, храбрые, исторически подкованные. И вот теперь я, оказывается, узнаю, что нам 550. Представляете, основанный в 15 веке город Чебоксары. Вот что мне нравится, что не стоит на месте уровень какой-то совсем другой и в республике, и в городе. Очень мне нравится вот эта упертость национальная местных жителей, что наш город лучший, что мы должны жить престижно и комфортно. Необычный праздник, потрясающий. Вот эта гора, эти экраны, этот берег Волги, разлив ее, широта, еще и погода. Ну, то есть все великолепно. То есть все это, конечно, дает нам идею, что для того, чтобы быть счастливым, не надо уезжать в Москву и в Петербург, и за рубеж. Надо любить свой город и делать все возможное для того, чтобы этот город становился мощнее и краше. В 2020 году республика отметит 100-летие образования Чувашской автономной области. Дата серьезная и значимая. А еще это отличный повод привлечь внимание к республике, вспомнить историю создания Чувашского края, познакомить жителей других регионов с богатством родной культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова